Часть 4. Ронни Маркус, Анатолий Кашпировский В 1987 году мы переехали в Иерусалим, а пару лет спустя железный занавес рухнул, и в Израиль хлынул поток репатриантов из СССР, увеличивавшийся по мере развала СССР. Среди приехавших было немало парапсихологов. Как правило, эти люди тоже обладали различными парапсихологическими способностями, но не имели знаний и понимания той ответственности, которая ложится на обладателя таких способностей. И как и их предшественники середины 70-х, они тоже потянулись к Авраму с вопросами и стали слушателями его лекций. Как прежде, в Вегерцлии и в Иерусалиме образовалась ивритоязычная группа. Однажды кто-то привел на одну из лекций Ронни Маркуса, известного израильского парапсихолога. Ронни поразил нас своей неподдельно детской непосредственностью и доходящей до неуклюжести застенчивостью. Это было тем более поразительно, что способностями он обладал феноменальными, причем в необычайно широком диапазоне, от целительства до ясновидения, телепатии, телекинеза. Демонстрировал он свои возможности охотно и с легкостью. Ему не требовалось ни специальных условий для сосредоточения, ни какого-то особого настроя публики. Демонстрируя вождение автомобиля по городским улицам с плотно завязанными глазами, он объяснял, что это не только не требует от него каких-то особых усилий, но так ему вести даже легче. Он видит выезжающие из-за поворота машины раньше, чем они появляются, имея таким образом больше времени на реакцию, чем «нормальные» в кавычках «зрячие водители». На вопрос, с каких пор проявились у него эти способности, он признался, что они у него есть, сколько он себя помнит, и что в какой-то момент в детстве он вдруг осознал, что ими обладают не все люди, и это его поразило. Для него это естественное состояние, в котором он живет. Мы знали, что Ронни принимает многих больных и успешно лечит, были знакомы с теми, кто у него лечился, знали, что он выступает на сцене, демонстрируя свои способности. Это не очень радовало Авраама, который всегда исходил из принципа «даром получил, даром отдай», но, с другой стороны, он понимал, что Ронни нужно на что-то жить, и не осуждал его. Помимо лекций, мы иногда приглашали Ронни к себе домой и знакомили его с особенно талантливыми парапсихологами из бывшего СССР. Для таких случаев я всегда держала дома какое-то количество старых вилок и ложек, которые было не жалко портить, или ставших ненужными ключей. Ронни их или сгибал на глазах у наших гостей, или закручивал винтом. При этом несчастная вилка не только оказывалась безнадежно испорченной, но и становилась горячей. «Однажды мы пригласили его, чтобы познакомить с очень сильной целительницей из Баку, Людмилой М. Они сидели рядом на диване и общались, пользуясь с мною как переводчиком. Мы с Авраамом сидели напротив. Но после первых минут любезностей Ронни надоел разговаривать, и он решил перейти к делу. Но в этот раз он попросил меня принести из кухни не вилку или ложку, а кусочек алюминиевой фольги. Скатав из фольги шарик, он взял руку Людмилы и, вложив шарик в ее ладонь, крепко закрыл кулак и стал на него смотреть. Она с интересом наблюдала, что же будет дальше. Наблюдали и мы. Вдруг мы увидели, что глаза ее начали расширяться. Что-то происходило в ее кулаке. Но тут же в ней сработал достойный Ронни противник. Она уставилась на свой кулак, и еще через несколько мгновений из него закапала вода. Один парапсихолог нагрел металлический шарик, а второй тут же его охладил, сконденсировав влагу. Мы страшно жалели, что под рукой не было видеокамеры. В другой раз Ронни стал у нас сквоздем программы во время визита знаменитого российского парапсихолога доктора Анатолия Кашпировского. Будучи в Израиле, куда он приехал для выступлений, собиравших в те годы толпы, Кашпировский изъявил желание познакомиться с Авраамом. Была назначена встреча у нас дома, и мы пообещали пригласить людей из нашего общества. Среди приглашенных был, конечно, и Ронни Маркус. Если с другими гостями Кашпировский мог общаться по-русски, то с Ронни можно было только обмениваться фокусами в кавычках. Причем обмен был довольно односторонний. Он нас пригласил на свой сеанс, который был назначен на тот же вечер в самом большом концертном зале столицы, в Бененей-Аума, Дворце Нации, и сказал поэтому, что его демонстрацию мы увидим вечером. А тут он хотел увидеть, что можем показать мы. Ронни для начала перепортил несколько вилок, ложек и небольших ключей из моего спецзапаса. Потом он заставил стрелки часов пойти вспять прямо на руке у Кашпировского. Тогда явно ошарашенный гость решил испытать Ронни неожиданным приемом. Он достал из кармана большущий, отлитый из единого куска толстого металла, ключ от своего гостиничного номера. Электронных ключей тогда еще не придумали, которые он почему-то носил с собой вместо того, чтобы оставить его в гостинице, и протянул его Ронни с вопросом, «А это ты тоже можешь согнуть?» Ронни понял вопрос неожидаемого его перевода. Он взял ключ, зажал его в кулаке Кашпировского и стал на него смотреть. Все присутствующие замерли, уставившись наторчавший из кулака ключ, который у всех на глазах начал медленно поворачиваться. Прошло еще несколько мгновений, и Кашпировский бросил зогнутый ключ на пол. Он не мог больше держать раскаленный металл. Все произошло настолько быстро, что никто не сообразил сфотографировать эту незабываемую сцену. Те из присутствовавших, кто еще находится среди живых, несомненно помнят ее. Несколько фотографий, запечатлевших тот визит Кашпировского, в нашем семейном альбоме, все же сохранились. В 93-м году я пригласил Ронни на празднование 70-летия Авраама, которое я устроила для него сюрпризом, на кораблике, снятом в порту Яффа. К счастью, один из наших друзей вызвался снять этот вечер на видеокамеру. Недавно я нашла старую кассету и еще раз посмотрела ту запись, с радостью обнаружив на ней и выступление Ронни. Он снова продемонстрировал порчу столовых принадлежностей, показал повязку для глаз, пояснив, что с ее помощью водит машину, а за неимением возможности это наглядно продемонстрировать, попросил кого-нибудь дать денежную купюру. Тут же нашелся кто-то недоверчивый, потребовавший сменить купюру и взять именно протянутую им. Уже надев на глаза черную повязку из тех, что дают на дальних рейсах в самолетах, чтобы свет не мешал спать, Ронни согласился и взял другую купюру. Потом он попросил нашу дочку взять бумагу и карандаш и записывать за ним номера, быстро продиктовав все цифры, он смущенно застопорился и сказал, «Я не знаю, как называются эти русские буквы, тут их две перед цифрами», и он описал, на какие буквы латинского алфавита они похожи. Тут же запись была сверена с оригиналом, и, конечно, все оказалось точно. Продемонстрировал Ронни там и еще один номер, и я была уверена, что увижу его в записи. Это был первый раз, что он это нам показывал, и больше я этого никогда не видела. Сказав, что это специальный подарок для Авраама, Ронни взял в руку цветок, положил его на раскрытую ладонь, и все увидели, как цветок поднялся в воздух и двинулся в направлении Авраама. К моему огромному огорчению я увидела в записи, что Ронни предупреждает оператора, «Не снимай это, камера может перегореть». И дальше следует перерыв в съемке. Недавно Ронни позвонил мне и сказал, что его хотят пригласить на российское телевидение. Я страшно обрадовалась. Не только миллионы зрителей получат незабываемое впечатление, наглядно убедившись в наличии тонких миров и их непосредственном взаимодействии с миром физическим, но и появится хорошая профессиональная запись Ронниного выступления.